Публицист Илья Мильштейн рассказывает, что в свое время с Леонидом Разважаемым все было по-другому. Он был похищен среди бела дня возле миссии ООН в центре Киева, который на тот момент еще не был столицей частично оккупированной страны при большом скоплении возмущенных граждан. Тогда будущего политзаключенного попросту сунули в автомобиль, а после переправили через границу, которая находилась под контролем людей Януковича. Многие смогли впервые увидеть узника, который, покидая здание посланного суда, успел выкрикнуть журналистам «Расскажите всем, что меня подвергали пыткам. Меня пытали двое суток. Выкрали в Украине». В своей статье под названием «Принятельное несчастье», опубликованной на грани.ру, Мильштейн отмечает, что на данный момент Разважаева судят вместе с Удальцовым. Более того, прокурор для каждого из них запросил «восьмерочку», а основанием стала та документальная лента, которую из спецслужб перебросили телевизионному каналу НТВ для того, чтобы в дальнейшем ее изучить, а после признать достоверной. Это не удивляет, так как процессы длится уже достаточно давно, а устройство человека таково, что спустя некоторое время он свыкается даже с наиболее дикими жизненными ситуациями. В особенности это касается зрителей, даже тех, которые сочувствуют несправедливо репрессированным. Каждый из нас уже смирился с тем, что людям дают срок за физические страдания, которые были причинены неустановленному лицу, за пляски в храме, за поврежденную в уме зубную эмаль. И помочь в данном случае просто невозможно.